Вы когда-нибудь задумывались о пчелах? Об их важности и о том, какие они на самом деле крутые? Лично я – нет. Но после недавнего выпуска редакции «Наука. Мир без пчел» эта тема меня так затянула, что я решил сделать себе собственную пчелу. Виртуальную, разумеется, и заодно глубже погрузиться в тему. Сегодня в выпуске вы узнаете, как пчелы видят мир и почему они нарушают все законы аэродинамики. Правда ли, что Улей – это тоталитарное государство? Сколько нужно китайцев, чтобы заменить одну пчелу? И чему человечеству действительно стоит поучиться у пчел? Ну что же, приступим. Я тут уже сделал болбанку, основу для нашей модельки. Пчел очень много разных видов и размеров, но мы возьмем какую-то среднюю величину – около 20 мм в длину, то есть как стандартный кубик сахара. У нее уже все как положено – три пары ног, прюшка, голова. Да, осталось проработать детали. И начнем, пожалуй, с глаз. Не знаю, как вам, но мне из курса школьной биологии прежде всего запомнился термин «фосеточные глаза». Именно такие должны быть у нашей пчелы. Выглядят они как-то так. И по сути, это пучок из множества отдельных глаз, которые называются аматидии. Это линза шестиугольной формы. Она крепится к рабдому. Это такой светочувствительный элемент, и отсюда тянутся зрительные нервы. В отличие от человеческого глаза, который вращается у него в широкий угол обзора, линза аматидии неподвижна и видит лишь непосредственно перед собой. Именно поэтому, чтобы у пчелы был широкий кругозор, в ее глазу должно быть очень много таких фасеток. В результате отдельные фрагменты собираются в единую картинку. Давайте попробуем воссоздать этот эффект. Для этого в After Effects выберем базовый модификатор Hex Style. И, как видите, изображение разбивается на шестигранные фрагменты, каждый из которых с небольшим захлестом захватывает ровно тот участок, который находится перед ним. И чем больше этих фасеток, тем разрешение изображения, разумеется, будет выше. У пчел их число может достигать 10 тысяч. То есть это, конечно, больше, чем у Nokia 3310, но и не последний iPhone. Но из-за того, что глаза у пчелы сферической формы, то она видит практически на все 360 градусов, и ей не надо тренировать периферическое зрение. В 2017 году немецкий исследователь Johannes Polster опубликовал статью, в которой описал математическую модель компьютерной симуляции зрения пчелы. Тут очень много всяких сложных штук, но в итоге это выглядит вот так. И чем-то напоминает съемку с панорамной экшн-камеры. Однако, эта компьютерная модель точна лишь на 50%. То есть она здорово показывает оптику, фасеточный глаз, но при этом совершенно не учитывает цвета и света восприятия. Разумеется, мы не можем влезть в шкурку пчелы и посмотреть на мир ее глазами, но опытным путем было установлено, что они, например, совершенно не воспринимают оттенки красного. Зато, в отличие от нас с вами, видят ультрафиолетовый. На основе этих данных даже был разработан специальный алгоритм, позволяющий делать фотографии, имитирующие пчелиное зрение. Вот так этот цветок видим мы, а вот так, судя по всему, его видят пчела. Да, их картина мира сильно отличается от нашей с вами. Но и это еще не все. Оказывается, у пчелы не два глаза, а целых пять. Вот тут между большими фасеточными глазами должны быть еще три так называемых простые глаза. Зачем они нужны, до конца не ясно. Предположительно, они служат для определения уровня освещенности. Быть может, именно благодаря им они так здорово умеют ориентироваться по солнцу или замечают любую тень, нависшую над ними, когда кто-то пытается их прихлопнуть. Ну что же, с глазами вроде ясно. Осталось разобраться с другими органами чувств, которыми пчелы увешаны в прямом смысле с ног до головы. Ну а самый важный орган – это, конечно же, усики. У самок они состоят из 12 сегментов, а у самцов – из 13. И это главный орган обоняния и осязания, который помогает им ориентироваться в темном гнезде, а также чувствовать влажность, тепло, холод и даже содержание углекислого газа в воздухе. В общем, почти как у Мантис из «Стражей Галактики». Твои антенны, они для чего? Они как-то связаны с симпатическими способностями. С точки зрения человека, пчелы действительно обладают какими-то сферспособностями. Еще в начале 20 века среди ученых бытовало мнение о том, что пчелы нарушают все известные законы физики, ведь невозможно летать с такими маленькими крылышками. В 1934 году французский зоолог Антуан Маньян в своей книге «Полет насекомых» пишет «Я применил закон о сопротивлении воздуха к насекомым и пришел к заключению, что их полет невозможен». Любопытно, но его вычисления действительно были верными, с одной лишь оговоркой. В своих расчетах он исходил из того, что пчела летает так же, как самолет или любая другая птица, то есть планирует. Но давайте повнимательнее приглядимся к их крыльям. Во-первых, оказывается, что их вовсе не два, а четыре. Но при этом они скрепляются между собой вот такими маленькими крючками, что позволяет использовать маленькие крылышки, как элероны, изменяя угол атаки. Но машут они ими не вот так, как думал Маньян, а по очень сложной траектории, напоминающей восьмерку. Это стало известно лишь совсем недавно с появлением высокоскоростных камер. Но не будем сильно углубляться в сложности аэродинамики. Если кому-то действительно интересно, то ссылку на литературу оставлю в описании. Если же по-простому, то полет пчелы – это нечто среднее между самолетом и вертолетом. Режущими движениями крыло создают завихрения, которые дают подъемную силу. Но для этого приходится совершать более 200 взмаков в секунду. Зато такая техника позволяет пчеле развивать скорость до 65 км в час. Молниеносно менять траекторию и зависать в воздухе. В общем, пчела – это чудо инженерной мысли. Теперь быстренько сделаем риг. То есть создадим своего рода скелет, который позволит анимировать движение нашей модельки. Добавим контроллеры. И вот теперь наша пчела уже почти как настоящая. Помаши зрителям. Не такая уж она страшная, а очень даже милая. Вообще, давно бы уже стоило к ним привыкнуть. Ведь мы с ними сосуществуем с незапамятных времен. Судя по рисункам из Коево с Деларанья, что в Испании люди уже в шестом тысячелетии до нашей эры залезали на верхушки деревьев, чтобы собрать мед диких пчел. А в Древнем Египте уже началось культурное пчеловодство. На многих пчеловодческих сайтах я даже вычитал, что некоторые фараоны за особые заслуги получали титул «Повелитель пчел». Но это, конечно же, не совсем правда. Вернее, это полуправда. Пчелы действительно появляются в титулатуре фараонов. Но, во-первых, ни о каких заслугах речь не идет, ведь это не какая-то там медалька. А во-вторых, в полной форме данный титул выглядит как-то вот так. И появляется он во времена Первой династии, когда власть фараона объединила и Верхний и Нижний Египет. Именно это он и символизирует. Тут мы видим знак, изображающий камыш, и, собственно, пчелу. Все вместе это читается на судбите, и дословно переводится как «он от камыша и пчелы». И это такая метафора правителя, где камыш обозначает Верхний Египет, а пчела – Нижний. Так что в прямом смысле повелителями чел фараоны, разумеется, не были. Но, несмотря на это, пчелы действительно занимали важное место в культуре почти всех известных древних цивилизаций. Не были исключениями и мои любимые Древние Майя. Изображения пчел появляются на многих керамических изделиях. Вот тут, например, мы видим персонажа в странном головном уборе, который держит в руках горшок, а из него вылетают пчелы. На горшке изображен знак «аккап», что означает «темнота». Есть мнение, что Древние Майя делали улей именно в таких горшках, которые закупоривали сверху, и получался полумрак, который так любят пчелы. Но это не точно. Чаще всего улей делались из выдолбленных поленьев, и эта традиция сохраняется и по сей день, особенно на Юкатане. В своих сообщениях Диага де Ланда оставляет самые положительные отзывы о местной вине, которое они делали из меда и воды, и определенного корня одного дерева, который делал вино крепким и очень вонючим. То есть, по сути, это что-то вроде нашей медовухи, без которой, разумеется, не обходился ни один праздник Древних Майя. Особенно это касается Нового Года, и в этом они от нас не сильно отличаются. И было столько бесчинства на этих праздниках, что очень жалко было видеть их, ибо одни уходили изцарапанные, иные с разбитыми головами, иные с покрасневшими от сильного опьянения глазами. Они погибали из-за любви к вину. И как мы видим, например, вот на этом расписном сосуде, это, по всей видимости, не было сильным привлечением набожного епископа. Правда, честности ради, тут он напился не медовухой, а пульки. Но о напитках Древних Майя как-нибудь поговорим в отдельном выпуске. В общем, Майя без меда жизни себе не представляли и стали настоящими знатоками в пчеловодстве. В Матридском кодексе вообще есть целые разделы пчеловодствия, где рассказывается о циклах производства меда и связанных с ними ритуалах. Вот тут изображена пчела в домике, и к ней соответствующая подпись. Слово «кап» одновременно означает и пчелу, и мед. И вот тут уже изображен горшок с медовухой, на что как раз и указывает знак «кап». Читая «Деландо», я также наткнулся на очень любопытный фрагмент. Эти пчелы не жалят и не причиняют вреда, когда у них вырезают мед. Но как же так? Что за пчелы-альтруисты такие? Ну, оказывается, так оно и есть. И в тропических регионах, как раз на том же Юкатане, действительно водятся безжалые пчелы, которые называются милипанины. То есть жал у них, конечно, есть, но оно слабенькое и совершенно бесполезно против человека. Чего не скажешь о так называемых африканизированных пчелах, которые также известны как пчелы-убийцы. История этой пчелы, как и многие другие страшилки, начинается в одной секретной научной лаборатории. Здесь, в 1956 году, генетик Уоррик Керр проводит эксперимент по выведению супер-пчелы, которая могла бы выжить в жарком и влажном климате Бразилии. Для создания своего монстра Франкенштейна он взял европейских пчел и скрестил их с африканскими. Отсюда, собственно, и название африканизированное. Но в ходе лабораторных наблюдений ученый обнаружил, что его творение демонстрирует нестандартное поведение. У них буквально развилось параноидное расстройство личности, чрезмерная чувствительность к фрустрации, подозрительность, лопамятность, постоянное недовольство окружающими. Это насторожило ученого, и пчел поместили в специальные изоляторы, чтобы они, не дай бог, не сбежали на волю. Но, как это обычно бывает, все пошло не по плану. И в октябре 1957 года, по неизвестной причине, защитные заслонки открылись, и психически нестабильные пчелы вырвались из заточения. Разумеется, поймать их не удалось, и за прошедшие годы они распространились не только по всей Южной Америке, но уже заселили Мексику, и с начала 90-х планомерно клонизируют Соединенные Штаты, наводя ужас на местных жителей. Их яд значительно токсичнее, чем у всех прочих медоносных пчел, а из-за своей паранойи они не просто яростно защищают свои ульи, но могут подолго преследовать любого, кто просто косо на них посмотрел. Будь то другая пчела, или птица, или человек, да они даже лошади убивают. Да, в общем, это описание чем-то напоминает деятельность медлинского картеля Пабло Эскобара. Разумеется, этот сюжет тут же был подхвачен киношниками, и с конца 90-х начался настоящий бум фильмов-ужастиков о пчелах-убийцах. И дальше под раздачу попали вообще все, у кого так называемый наружный скелет, от мух до пауков. И с легкой руки киноделов в массовом сознании как раз и начали формироваться, во-первых, всевозможные фобии, а во-вторых, искаженные представления о насекомых. Помните крутой фильм 97-го года «Звездный десант»? Он был снят по мотивам одноименного научно-фантастического романа Роберта Хайндайна, в котором описывается война людей с инопланетными насекомообразными существами – арахнидами. Помимо того, что в кино активно пропагандируется инсектофобия, там также поднимаются очень интересные вопросы интеллекта и социальной организации насекомых. В итоге тамошний чекист во главе с Барни из «Как я встретил вашу маму», приходит к идее о коллективном разуме арахнидов. То есть каждый отдельный жук лишен интеллекта, но телепатически подключен к единому мозгу. Это вот такая гигантская личинка. Именно она всеми управляет, и чтобы победить, людям нужно взять ее в плен. Это, безусловно, антропоцентрическая концепция, которая навязывает насекомым наши сами модели социально-политической организации. Такой классический тоталитаризм, где массы просто слепо и бездумно выполняют приказы. Именно так многие по сей день воспринимают пчелиный рой. То вот, значит, есть королева-матка, которая управляет всякими там рабочими пчелами. Выстраивается четкая вертикаль власти и система подчинения на всех уровнях. Как показывает опыт истории, тоталитарный режим имеет множество недостатков. И, подобно тем же арахнидам, они действительно зациклены на одном конкретном жуке мозге. Именно поэтому они недолговечны и, по сути своей, нежизнеспособны. Пчелы же без каких-то особых социальных потрясений существуют уже тысячи лет, успешно приспосабливаясь ко всем новым условиям, включая появление людей. Либо пчелиные матки действительно такие великолепные стратегии, либо тут все-таки что-то еще. В 1966 году американская энтомолога Сюзанна Батра при описании поведения общественных пчел Индии впервые ввела в научный оборот термин «эосоциальность». Если вкратце, то эосоциальность включает в себя следующие признаки. Во-первых, это репродуктивная специализация, то есть появление стерильных особей, которые занимаются обслуживанием репродуктивных членов семьи. Во-вторых, разделение труда, то есть формирование своего рода кастовой системы. Однако, в отличие от человеческих каст, как в той же Индии, у пчел в основе разделения на группы лежит не столько происхождение или наследственность, а морфологические признаки. И третий, но отнюдь не менее важный признак, это совместный уход за потомством. На каждом этапе своей жизни пчела выполняет различные функции для поддержания жизни своей семьи. От обогрева улей и поиска пропитания, вплоть до самопожертвования. Как вы, наверное, знаете, пчелы погибают, когда жалят. У нее на жале расположены небольшие засубрины, благодаря чему оно застревает в жертве. Но при этом жалы вырываются из брюшка пчелы вместе с ядовитыми железами и частью внутренних органов. Все это делается для того, чтобы яд выделялся как можно дольше. Такой вот пчелиный альтуризм. Но, что самое важное, разделение на пчелиные касты не создает социального неравенства. То есть нет никакого имущественного расслоения, и золотая пчелиная молодежь не разъезжает на дорогих тачках, в то время как рабочие пчелы горбатятся от звонка до звонка. И та же пчеломатка, которая хоть и уникальна, и живет в окружении заботы, на самом деле наравне со всеми выполняет свою конкретную функцию. И в случае ее гибели, пчелиная семья просто вырастет себе новую. На первый взгляд может показаться, что это именно то, к чему мы все так долго шли, а именно к социализму, где от каждого по его способностям, каждому по его труду. Но, разумеется, это не так. Ведь даже в этой «идеальной» модели все еще присутствует идея государственности, то есть управления массами. Пчелиная же семья – это не объединение отдельных особей под чьим-то управлением. Это скорее единый организм. Это одна большая пчела, где каждая отдельная пчелка выполняет свою конкретную функцию, как те же нейроны в головном мозге. Разумеется, для нас это невообразимо, ведь сколько людей, столько и мнений. Мы совершенно не умеем договариваться и нуждаемся в принятии централизованных решений. При этом люди, как бы мы этому не противились, тоже часть природы. И в каком-то смысле нам также свойственны черты эосоциальности. В 80-е годы в социологии все чаще начали говорить о коллективном интеллекте. Это способность группы находить решение задачи более эффективно, чем лучшее индивидуальное решение в этой группе. То есть коллективный интеллект превосходит по уровню интеллект любого индивидуума группы. Именно на этом принципе и построены все современные коворкинги и брендшторминги. Как в одном из своих последних выпусков рассказал Антон Долин, все эти гениальные сценарии студии Pixar – это во многом именно результат коллективного разума. Или, например, Википедия, как один из лучших примеров Shared Intelligence Space. В отличие от обычной энциклопедии, это не индивидуальный труд отдельных авторов, а именно коллективный. Поэтому все попытки централизованно создать какой-то там русский аналог Википедии заведомо обречены на провал. На принципах коллективного принятия решения как раз и строится модель члены семьи. Именно поэтому они так эффективно приспосабливаются ко всевозможным новым условиям и способны мирно сосуществовать с окружающим миром. Чему нам бы, конечно, стоило у них поучиться. И такие попытки делались. Одним из успешных примеров может служить орбитальная станция МКС, где в экстремальных условиях совершенно разные люди забывают о цвете кожи, о социальном неравенстве и всевозможных культурных предрассудках ради общего дела, становясь единым целым и принимая коллективные решения. Но со времен падения Вавилонской башни люди все реже находят общий язык. И именно поэтому во многом и проводился один из самых амбициозных экспериментов 20 века «Биосфера-2». Главной задачей эксперимента было выяснить, смогут ли человек и другие живые организмы сосуществовать в замкнутой среде. И можем ли мы вообще создать устойчивую экосистему. Но люди не только не смогли существовать с другими видами, но и рассверлись между собой. Очень скоро они разбились на два враждующих лагеря и жизнь на станции оказалась под угрозой. Кроме того, эксперимент выявил еще одну большую проблему. При всем нашем обширном знании законов природы мы все еще не способны полностью проанализировать и спрогнозировать поведение сложных систем. Так, например, банальное отсутствие ветра на биосфере-2 привело к тому, что со временем деревья стали хрупкими и начали ломаться. И это, в свою очередь, привело к снижению уровня кислорода. И таких неучтенных факторов было очень много. Так что довольно нелепо звучит финальная фраза из того же «Звездного десанта». Как только мы поймем на чекомых, мы одержим над ними победу. Во-первых, совершенно невозможно что-то полностью понять. Ведь на самом деле, чем больше мы узнаем, тем больше возникает вопросов. И во-вторых, почему наше познание мира постоянно сводится лишь к попытке его завоевания? Нам обязательно нужен враг, которого во что бы то ни стало нужно именно победить, а не найти пути для мирного существования. А если врага нет, то его необходимо создать. Я, разумеется, говорю об африконизированных пчелах. И наша победа не только над ними, а над пчелами вообще уже не за горами. В 2006 году учеными впервые был описан так называемый синдром разрушения пчельных семей. Это когда рабочие пчелы просто берут и навсегда погидают свои улицы. При этом они погибают сами и обрекают на смерть всех тех, кто остался дома. Разумеется, у этого явления нет какой-то одной конкретной причины. Это целый комплекс проблем, в том числе и антропогенное воздействие, как тоже использование пестицидов и ядохимикатов. В итоге средний показатель уменьшения популяции пчел ежегодно составляет около 20%. И если эта трагическая тенденция сохранится, то в 2035 году мы наконец-то сможем пройти парадом в честь очередной бессмысленной победы. Победы человека над природой. И это уже произошло в некоторых провинциях Китая, где из-за значительного снижения популяции пчел, местные фермеры были вынуждены собственноручно при помощи кисточек опылять цветы. Сейчас там уже активно ведется внедрение специальных дронов-опылителей, а в будущем вообще планируется полноценный робот-пчела. Но, как совершенно верно отметил Иван Кигарев в выпуске редакции, Лучше стабилизировать и улучшать популяцию пчел, чем ждать того, когда они погибнут, и что мы опять грандиозно решим эту проблему, сначала самостоятельно для себя ее устроив. Равновесие системы очень хрупкое, и, разумеется, никакие роботы или миллионы китайцев никогда не смогут заменить пчел, как, впрочем, и любых других живых существ. Да, в общем и целом система со временем перестроится и адаптируется, но будет ли в ней место человеку, это уже совершенно другой вопрос. В общем, берегите пчел и старайтесь мыслить системно. И не забывайте подписываться на канал. С вами был Фил и канал Филот. Всем пока!